я вам расскажу такой анекдот анекдот это анекдоты советской поры они другой анекдот значит учительница детям в школе говорит дети знаете ли вы что у нас стране вот буквально вчера запустили спутник в космос запустили и мальчик там сидит и говорит а у меня папа говорит что у нас стране экономику запустили а ты папе передай что у нас сажают не только картошку значит это новая в анкетах там один был смешной такой были ли вы за рубежом если да то почему вернулись такой был а второй вот он к этому случаю значит бей жидов спасай россию англию францию латинскую америку нужное подчеркнуть муж два мужика беседует один год ты знаешь я недавно проходил лечение вот потери памяти от амнезии и сейчас такие технологии и сейчас такое творят вообще я чувствую себя как значит на 30 лет помолодел вот заново родился буквально тот ему 2 говорит а где лечит в каком месте лечить и тот я тебе скажу вот ты знаешь есть такой цветок очень красивый с шипами но ты угод роза вот он поворачивая слышишь роза как назывался тот госпиталь где я лечился заходит в автобус ну так советское время заходит в автобус ну не знаю там там про чукча у них нет пусть будет чукча и ему и берет два билета и могут а чё тебе два он говорит так а если потеряю один так у меня 2 сохранится ему год если два потеряешь он будет так у меня же произночек чумные у меня произно и ковбой едет по прерии и внутренний голос и угод слезай с лошади он слезает внутренний голос говорит бери лопату и копай вот тут он начать отстегивает лопату там от седла и копает у копает копай дом хрень эту сижу копаю посреди там прерии какой то что я делаю внутренний голос гид копай он копает друг бах что такое лязг какой-то начал обкопал такого это вытаскивает на поверхность сундучок обитый железом сундучок такой в общем вполне увесистый а значит внутренний голос бит открывай он наш лопатки так подцепил открыл сундук а там полный сундук золото бриллианты монеты старинные и внутренний голос говорить ни хрена себе советские времена естественно там все дефицит продуктов там хороших нет ну и вот письмо в редакцию человек значит там ведущий зачитывает письмо как уважаемая редакция медицина бессильно помочь моей проблеме значит вся надежда только на вас а проблема у меня такая поешь осетринки и стул осетринкой поешь красной икры стул красной икрой а черной игры поешь такой стул черной икрой что делать даже и не знаю на что ему говорят уважаемый товарищ сидоров не выпендривайтесь и ешьте как и все дерьмо вот эскимос он собрал в желании с искать стремление сделать какой-то бизнес он собрал лед прикупил пепси фанту что там еще мороженое и встал на караванном пути в сахаре это конечно путешествие прикопал стоит и идет караван он кричит камней сюда пепси фанта мороженое они как-то мимо идут ноль внимания он второй караван та же история и когда уже третий пошел его все игнорируют он не выдержал значит подбежал к первому верблюда схватил за уст и говорит ты что с ней не останавливаешься и бедуин который там на верблюде она выгодит чтобы ты с кимос он где-то конечно и с кимос могут пепси пепси фанта фанта мороженое мороженое тот головой покачал грустно играет мираж выходит ельцин из храма христа спасителей сидит женщина просит подаяние она видит президента и поэтому борис николаевич подайте и он играет ну ну как же эти бабка подам у меня же не меча не ракетки абрам вот то что мы делаем в туалете ты думаешь это умственный труд или физически я думаю умственный потому что был бы физически мы бы кого-то наняли идет летит самолет международный рейс и что-то они технические проблемы вот выходит стюардесса и господа у нас значит проблемы парашютов нет значит на самолете перевес в общем три человека значит надо чтобы кто-то там добровольцев там выпрыгивал иначе остальные тоже погибнут ну встает значит американец говорит за свободу и демократию прыг туда англичанин встает и говорит за королеву прыг встает советский человек и говорит за чистоту идей марксизма ленинизма берет китайцы выбрасывает вот женщина идет к психотерапевту и я вам рассказывал даже как-то психотерапевту и он ей дает так называемые affirmations то есть она должна повторять как бы задалбливать себе да программировать себя этими affirmations и она вот должна встать перед зеркалом голая утром раз и вечером раз и повторять 10 раз такой блок значит она говорит что у меня прекрасная фигура у меня нежная кожа у меня грудь двадцатилетней девушки и вот десять раз повторять так далее для поднятия самооценки и тут она пришла домой разделась и повторяет он приходит муж и муж это по-английски расскажите муж ей говорит а что что происходит она ведь вот ты знаешь я была у психотерапевта он мне дал вот эти affirmations и какие affirmations она говорит ну вот я должна стать перед зеркалом и сказать что у меня прекрасная фигура что у меня грудь нежная кожа грудь двадцатилетней девушки и он ей говорит так скептически он где-то вот дитхи таллил гибалки артоне и ее фифтер был то есть вот что он тебе сказал про твой пятидесятилетнюю задницу и она ему так нежно отвечает фаре выйдем только балки у это вот то есть милые мы с ним и тебе вообще не говорили но вот такой безобидный спрашивают почему производительность труда японского программиста намного больше чем советского вот стали ученые выяснять и пришли к такому заключению что японский программист треть своего рабочего дня работает на себя то есть это как бы его зарплата еще треть он работает на хозяина это деньги ушли к хозяину и еще треть он работает на японию ну видимо нас имеется налоги там или что значит дальше сравнивают советским программист и выясняется что на себя он никак не может работать и не и не привык и не умеет и не хочет хозяина у него просто нет а на японию вообще наплевать я помню спрашивают как быть если любишь себя но не знаешь пользуешься ли взаимностью а вот говорят надо проверить свои чувства разлукой едва две бабки в трамвае скажем и 1 2 другой говорит старые уже глухие слепые хорошие бабки настоящие бабки одна одна другая триски была вчера на базаре не поверишь вот такие повидоры вот такие огурцы 2 так наклонится где он живет есть такая фраза знаете вот как там ваш племянник устроился или все еще работает вот значит есть люди которые они вот так тоже лесная тюрьма медведь но он за старшего в лесу он приходится так с инспекцией и говорит ты лиса чего сидишь так ягодь михал ланч курочку из курятника стащила не хорошо воровать сиди ворона агат ворона года ты чего я михал ланч с подоконником монетку серебряную удачников украла да ведь нехорошо воровать нехорошо и там петушок могут петя а ты чего могут вы меня быть михал иванович с этой швалью не путайте я политический я пионера в жопу клюну в троллейбус парень заглядывает к водителю говорит шеф до вокзала довезешь мы не едем до вокзала тут его другой отталкивает а меня вот вам сразу анекдот значит тех лет что такое 70 такой 73 год это говорят 37 для тех кто пишет справа налево говорили почему гагарину поставили памятник в тель-авиве как потому что он первый сказал поехали махнул рукой я конечно так не скажу но вот ему там голосом брежнева там он говорит что там советскому народу афганистан не нужен советскому народу нужен мир весь мир встречаются на международные конференции там президенты разных государств и вышли перекурить значит там брежнев помпиду вот тогда был во франции значит и я не знаю допустим рейган вот значит кто там был там никсон я я честно уже не скажу значит вот они вышли перекурить и помпиду достает такой тонкой работы серебряный портсигар там написано на нем так президенту франции от членов ордена почетного кавалеров ордена почетного легиона значит никсон там рейган достает золотой такой тоже хороший хороший работа портсигар написано президенту соединенных штатов от американских астронавтов брежнев достает громадный золотой старинные работы портсигар сам фирах в изумрудах в рубинах просто что-то невероятно открывает там написано пушкин от вяземского границу ссср начитом ночью пытается там евреи пытаясь незаконно там пи пи пересечь и вдруг значит там пограничники пограничники собаки лают там побежали к стой кто идет значит ну и вот он там и дальше есть разные продолжения но вот например такое что он думает что делать раз что он испустил сел сидит подбегает пограничники и говорят ты чё тут сидишь он говорит так вот же сел по нужде дима гадок подвись а значит он сдвигается он светит туда пограничники а дерьмо собачьи кто-то будет а жизнь какая я вспоминаю замечательный был анекдот мне очень нравится как две женщины ну подружки там как бы сталкиваются старые советские они тут сталкиваются на на перекрестке там рабочий день там все куда-то бегут они сталкиваются однако люся глянь на мой костюмчик что ты скажешь тагет маша ты извини я так спешу но совершенно не до ссоры влетает группа автоматчиков значит там зал заседаний верховного совета и прошит ельцин в зале есть тебя от есть есть показывает у него пальцем горит там борис николаевич пригнитесь политинформация там где-то в части и вот там солдат спрашивает у политру как бы так что ждать лейтенант гать шайдю получается евреи все плохие этот ему политкорректно говорит нет петров бывает что и еврей хороший человек а бывает что русский хуже всякого еврея ползут по крыше два кирпича и один говорит что-то нынче погода нелетная другой говорит главное чтобы человек хороший попался два приятеля живут в одном небоскребе но один на 110 этаже а другой на десятом но этот который на десятом вышел покурить а тут который на 110 там что-то вешал белье я не знаю что он там делал поскользнулся и вывалился и летит значит со 110 вниз но тот который покуривает на 10-м он ему кричит джим хори дай он тот лет со фарсу год эти спасибо хорошо пока что пока все нормально сара выбирай одно из трех или ты закроешь окно или два раза получишь по морде спрашивают чем отличается секс по-русски от секс по-французски говорят по-французски секс это когда без нательного белья а по-русски когда без постельного старый такой анекдот другой тоже не менее старый штирлиц оглянулся и увидев что в комнате никого нет смачно высморкнулся в занавеску хотя бы иногда ему снова хотелось почувствовать себя полковником исаевым они тут такой спрашивают ну пусть будет армянская радио значит спрашивают что такое частушка и там у специалист отвечает что частушка это формат для русского народного творчества и формат характерен тем что частушка состоит из двух частей связанных рифмой но не обязательно связанных по смыслу например у могу миллионка в попе затерялась клизма призрак бродит по европе призрак коммунизма таможня ну или там пограничный контроль оф не за таможенный контроль пограничный контроль там самолет улетает значит с иммигрантами на израиль и шмадают значит отъезжающих и таможенник значит открывает чемодан и смотрит полный чемодан наборов с портретами членов политбюро то есть вот битком там ничего вообще больше нет там не не нас не носочков там не не трусиков ничего от полный чем она ну и он так удивленно запрета нет не то что там кто-то запрещал но все-таки странно он говорит а собственно зачем и отъезжающий ему говорит ценовую ведь я имею коммерческую идею какую коммерческую идею но вот хочу поехать в израиле открыть тир приходит но это старый еще советский приходит жена с мужем в суд разводится но муж инициатор и судья говорит а что случилось почему разводимся муж говорит так она меня дураком назвала судья говорит не хорошо действительно ведь не хорошо но может быть это не настолько уже серьезно чтобы разводиться может быть как то можно уладить муж говорит но ведь это же важно в каком контексте то ведь хорошо это в каком контексте вас назвали дураком только тут представляет прихожу домой и вижу жена в постели с чужим мужиком увидела меня и говорит посмотри как это делается дурак такое время когда был дефицит всего на свете в частности мясо было отдельным особым дефицитом так что вот такой анекдот в районном центре прошел слух что в местное сельпо ну не сельпо там это продовольственный магазин завезли мясо что вообще крайне редко бывало и какое-то невиданное совершенно событие завезли мясо но как у нас обычно водится люди стали писаться в очередь то есть какие-то списки составлять номерочки на руках вообще нас население такое в то время было очень самоорганизующим все вот в этом смысле тут же вот они но холодно зима морозяка жуткий потом расходиться опасно вдруг сейчас торговля начнется или там придешь а твоя очередь куда-то делать тоже часто бывает и вот народ не расходился ну или там допустим жена пришла подежурить муж пошел поспал вернулся костры жгут холодрыга в тулупах там метель метет ветер воет и заведующий магазином он как бы честно говоря перепугался думаю черт его знает он вроде выходил ведь товарищи никто не слушает не верят знаем знаем где там из-под прилавка хотите пустить по своим но в общем ситуация накаляется уже день стоят два стоят три стоят уже и милиция так как бы интересуется в общем все так и смущаются и директор магазина идет в райком партии прямо к первому секретарю и говорит такое дело надо что-то делать но как-то выручать не не дай бог там какие-то выступления начнутся или что-то ну и бирк старик говорит ладно гать будем разруливать подъезжает там на чем у него было на черной волге к этому месту выходит и гать товарищи все затихли слушают он говорит мясо на всех не хватит мы все люди взрослые сознательные как вы все понимаем поэтому давайте по справедливости он говорит пускай все евреи из очереди уходят народ кричит правильно мясо им тот понимаешь пусть в израиль едут там мясо много нефига им тут наше мясо подъедать значит ну сколько там было являет но туши много не было дальше еще пару-тройку часов проходит народ мерзнет из других районов стали поддержать там на машинах на телегах там в общем ситуация ситуация накаляется через два-три часа снова выходит председатель первый секретарь райкома и ведь товарищи ведь надо чтоб по справедливости на всех же не хватит давайте по-честному вот пусть который из других районов тут за это время подошли пусть уходят тоже нечего им тут в нашем районе мясо отъедать пусть вот своем у них там силипо есть там рай маги есть вот пусть там и как я правильно по на понаехали тут других районов значит ну те уходят проходит еще несколько часов он снова 1 секретарь выходит а все-таки толпа уже уменьшается он говорит товарищи надо по справедливости по-честному надо тут у нас семейный по с детьми а тут одинокие какие-то вот нефига вот пусть из очереди уходят пусть остаются только те кто семейные люди кричат правильно тут детей кормить нечем оттуда ходят тут понимаешь там алкаши одиночки ушли потом стали остались многодетные потом ну он каждый раз приходит и каждый говорит на всех же не хватит все понимаешь на всех не хватит но потом дошло за членов партии остались только партийные потом уже последний этап был а время идет а ветер свистит и мороз стучит прям аж там по косточкам все звенит день идет и ночь идет и день идет и ночь и народ уже вообще там возберевший но кучка уже стала небольшая когда дошло до ветеранов партии но там уже было человек там 15 и тогда подъезжает первая секретарь и говорит товарищи прошу ко мне в кабинет посадили их значит подошел автобус посадили отвезли в кабинет значит и он им говорит товарищи вы ветераны партии вы знаете как бы реальную ситуацию вы все понимаете мясо не было никогда это были слухи значит сейчас у нас органы разбираются кто значит спровоцировал кто эти слухи распускал это мы выясним и виновных накажем но как факт как бы существенно то что мяса нет и поэтому если вопросы есть давайте я отвечу а нет так просто расходитесь и спасибо я очень извиняюсь и так получил ну и так какое-то такое молчание и один говорит давайте я скажу пожалуйста могут я вот то еще первый секретарь что хочу сказать то что мяса нет я я понимаю ну действительно понимаю это что там вот какие-то провокации слухи распускают тоже понимают но вот чего я в упор понять не могу за что евреям такие привилегии был такой анекдот как две бабушки разговаривают и одна говорит ты знаешь да ведь я стою я на остановке поджидаю трамвай старых советских лет анекдот и так 2 ты что с ума сошла что это разве так говорить это все сказал что не знаешь слова жить запрещенный отбить еврей так и твой как но хорошо стою до вечной остановки под евреи будет рамвай могила неизвестного солдата там значит экскурсовод подводит группу и говорит вот товарищ мы с вами подходим к могиле неизвестного солдата шлема рабиновича и им такое молчание неловкой один могут вы извините товарищ но вы сказали неизвестного солдата он как ну а тут же сказать что шлема рабиновича да товарищ я вас не предупредил неизвестно был ли он солдатом тоже за еврей заглядывает в отдел кадров и говорит скажите вы с фамилиями на ман берете ему быть нет она к могут на к берем он поворачивается туда в коридорке слышь коган тебя берут другой анекдот я вспоминаю как мужик знаете так он с перепою тяжело ему и вдруг так возникает такой голос найти хрустальный и говорит ему а хочешь пивка и он говорит да и вдруг раз у него в руке кружка пива холодного шикарного и он пьет это пиво и вдруг голос ему говорит хрустальный говорит а хочешь тараночки он вида и у него бах в другой руке у него таранка и он эту таранку с этим пивом отходит немножко так он полегчало и он говорит голосу это будет слушай а ты случайно не моя золотая рыбка а ведь нет я твоя белая горячка паспортный стол в жеке стоит очередь на перемену фамилии и мужик любопытный там ходит и спрашивает слышно отличал стоишь то он будет хочу фамилии сзади убрать манна будет но это понятно да это ты чё стоишь он хочу добавить сзади на конце добавить авт будет боже нет а что тебе за фамилия убит кацман ты знаешь придумали лекарство от антисемитизма значит да это как называется называется фураин фураин это езжай туда если в переводе на русский язык это будет фур фураин езжай туда как называется фураин а как же его принимать как через вену приходит чувак там в отдел кадров здравствуйте я дизайнер тот на него смотрит да уж и вижу что не иванов звонит в дверь там там теща и говорит вы к нам надолго так вот пока как не надоем что даже чаю не попьете девушка любила лук и это мешало ей построить отношения с каким-нибудь молодым человеком потому что ну а как вот пахнет от нее луком особенно если там поцеловаться там или что-то ну не невозможно ну и однажды она была в баре там знакомилась там туда сюда и какой-то вроде нормальный чувак там все но говорит ей ты знаешь вот у меня проблема не чувствую запахов и так подумал это мой это мой человек и там сразу понеслось там все такое любовь морковь там встречались ну и в какой-то момент доходит до поцелуев и а он и говорит слушай это ей а чё ты мне не сказала что ты любишь лук а ты же говорил что не чувствуешь запах я не чувствую запах у меня глаза слезятся приходит в парень молодой крови но и gtb я три месяца назад женился тот год так я помню же у нас синагоги отмечали что-то что-то не так вот нет ну а ну как бы все ничего но вы знаете вот это вот интимная часть вот это как-то не не впечатляет только так как это происходит ну как происходит я не знаю как я я на левом боку она на левом боку так как-то она так происходит тот говорит ты знаешь чего если ничего не менять так она так и останется надо что-то делать давай знаешь что давай ты на правый бок и и она на правый бок и посмотрите как на правом то там оговорит рыбы шо такое говорите лицом к маме у нас они тут и более сочные считают мы такой ерундой не занимаемся счастлива ерундой не занимаемся счастлива